Доброе утро, уважаемые коллеги и гости! Позвольте мне открыть нашу международную научную конференцию, которая посвящена столетнему юбилею дипломатических установлений, дипломатических отношений между Россией и Монголией. Наша конференция организована Российским историческим обществом, фондом «История Отечества» и нашим институтом Востоковедения Российской Академии Наук. Мне выпала честь быть сопредседателем этой пленарной сессии, конечно, и вместе с моим коллегой, первым вице-президентом Монгольской Академии Наук, Чуланбатаром Галекпилом, академиком Монгольской Академии Наук. Разрешите мне приветствовать в первую очередь всех наших монгольских коллег и друзей на нашей конференции и также приветствовать всех российских участников. Позвольте передать слово для приветствия, для видеообращения председателю Российского исторического общества Сергею Евгеньевичу Нарышкину. Это будет видеообращение, поэтому прошу внимания. Уважаемые коллеги, 5 ноября нам предстоит отметить 100-летие установления российско-монгольских дипломатических отношений. Соглашение между правительствами РСФСР и Монголии было заключено на переломе эпох, в период коренного переустройства всей системы общественных отношений в двух странах. Общий вектор развития, выбранный Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой, в 1936 году был закреплен подписанием протокола взаимопомощи, убедительная победа на Халкинголе подтвердила незыбленность Советско-Монгольского Союза. В самые трудные годы Великой Отечественной войны братская помощь монгольского народа стала для Советского Союза подспорьем в борьбе с врагом. Позднее Советский Союз неоднократно выступал в поддержку международного признания Монголии, в том числе обусловив этим свое участие в борьбе против милитаристской Японии. Курс на укрепление всеобъемлющего сотрудничества двух стран был продолжен и в послевоенные годы. Сегодня российско-монгольские отношения, пережившие бурное столетие испытаний, призваны выйти на качественно новую ступень стратегического партнерства. Рассчитываю, что диалог российских и монгольских историков, проходящий на полях Восточного экономического форума, внесет свой вклад в достижение этой общей цели. Уважаемые коллеги, я, естественно, хочу еще раз поздравить наших друзей и всех коллег, и нас, и наших монгольских коллег, со столетием создания в Монголии при поддержке Академии наук нашей страны первой академической структуры ученого комитета, если не считать времен Хубилай-хана, где 750 лет тому назад была создана, может быть, первая научно-исследовательская структура в Монголии и одна из первых в мире, а также с 60-летием Монгольской Академии наук и с 40-летием полета в космос первого корабля с монгольским космонавтом на борту, который был недавно удостоен Российского ордена Александра Невского. Это подтверждает важность академического сотрудничества между нашими странами, и в этом контексте я прошу выступить с приветственным словом первого вице-президента Монгольской Академии наук, академика Монгольской Академии наук Чулунбатора Галакпила. Отсюда или это? Можно ли? Да, да, нажимайте, конечно. Уважаемые ученые, уважаемые гости, дамы, господа, прежде всего от имени руководства Академии наук Монголии и всех наших ученых выражаю искреннюю благодарность и горячий привет и всем работникам и организациям, которые инвестиционировали и организовали эту авторитетную международную научную конференцию исторические и современные тенденции, вязаные отношения Россия и Монголии на встречу с 100-летним юбилеем. Народы наших стран, в том числе научные сообщества, широко отмечают 100-летие становления дружеских отношений между Россией и Монголией, вечных соседей. Международная научная конференция в рамках экономического форума во Владивостоке, на которой обсуждается широкий круг к вопросу глобального регионального развития, является большой частью серии совместных мероприятий, организованных учеными двух стран. Век трудничества между нашими двумя странами – это история революционных изменений, которые реформировали нашу социальную систему, история холхенгола, история дружбы и вместе перенесущая тяготь в Великую Отечественную войну, история обширного послевоенного развития и строительства, история перестройки, демократии, история доверительных отношений между братьями, друзьями и соседями, которые столкнулись со сложными проблемами рыночной экономики. Поколение ученых наших стран изучило эту великую историю на научной основе, и нет никаких сомнений в том, что эта работа будет продолжена в более широком масштабе. Я уверен, что сегодняшняя встреча станет еще одним шагом в истории и внесет ценный вклад в разъяснение истинной ценности и уроков истории. Будущий век трудничества народу в России и Монголии будет шире и плодотворнее, отражая новые тенденции в глобальном и региональном развитии. Программа создания экономического коридора «Россия-Монголия-Китай», проект газопровода «Россия-Китай через Монголию», проект транспорта, энергетики и инфраструктуры в рамках Евразийского экономического союза России, инициатива «Китай. Один поезд, один путь», региональные экономические и интеграционные проекты будут иметь решающие значения в новом веке сотрудничества между двух стран. Понятно, что эти мегапроекты окажут влияние не только на развитие и расширение экономики, но и на всестороннее развитие политики, управления, общества, демографии, религии, культуры, образования и науки. Мы прекрасно понимаем, что детальное изучение этого многогранного явления и процесса, который отражает новые тенденции в развитии сотрудничества между двумя странами, новое столетие является историческим долгом учёных из всех областей. Я глубоко признателен за то, что одно из целей сегодняшней конференции – это серьёзно, обстоятельно обсудить, как учёные могут выполнить эту историческую роль. Желаю вам крепкого и здоровья, благополучия, удачи в работе в конференции. Спасибо. Большое спасибо, уважаемый коллега, академик Чулун Батар. А сейчас слово предоставляется председателю Дальневосточного отделения Российской Академии Наук, академику Российской Академии Наук Валентину Ивановичу Сергеенко. Добро пожаловать, уважаемые коллеги. Монголии были заложены 5 ноября 1921 года. В этот день в Москве было подписано соглашение между Народным правительством Монголии и правительством Российской Советской Федеративной Социалистической Республики об установлении дружественных отношений между двумя странами. Отношения наших государств в течение 100 лет остаются дружественными и являются собой пример уважительного и взаимовыгодного существования государств в нашем неспокойном мире. Советский Союз оказал помощь Монголии в вопросах ускоренной модернизации страны, развития сельскохозяйства, промышленности, культуры, образования, науки, здравоохранения, урбанизации. В этот период были созданы горнобогатительный комбинат «РДНЭТ», объединение «Монголы-Софтсветмет», «Улан-Баторская железная дорога», а также осуществлены крупные строительные проекты в области транспорта, энергетики, социальной сферы. Аналогичным образом, в трудные для Советского Союза военные годы Республика Монголия и ее народ оказали неоценимую помощь советскому народу в борьбе с фашизмом. Отмечая в этом году 70-летие Великой Победы, мы с благодарностью вспоминали вклад в победу народа Монголии. Мы это помним и высоко ценим. В сентябре 2020 года Монголия для России стала не просто другом, но и стратегическим партнером. Тогда президенты двух стран Владимир Путин и Халмагаин Баттулга подписали новый договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония прошла после переговоров лидеров в государственном дворце в Улан-Баторе, куда российский президент прибыл с официальным визитом. По мнению Владимира Путина, подписание с Монголией нового, бессрочного договора открывает перспективу для расширения сотрудничества по всем направлениям. Сотрудничество Дальневосточного отделения Российской Академии Наук с монгольскими коллегами из Монгольской Академии Наук и монгольских университетов также имеет давнюю историю. Еще в начале 70-х годов в Монголии побывал с визитом член-корреспондент Российской Академии Наук Андрей Иванович Крушанов, директор-организатор Института истории и археологии и этнографии Дальнего Востока 100-летний юбилей, которому мы ответили в этом году. В 1972 году в Монголии состоялась советская монгольская экспедиция под руководством Академика Окладникова. Проводились археологические разведки древних и средневековых городов. В это же время наши ученые изучали геоэтнографию, культуру и искусство монгольских народов. Большой вклад в российско-монгольское научное сотрудничество внес ныне директор Института истории и археологии народов Дальнего Востока Николай Николаевич Крадин, который с 2001 года фактически ежегодно принимает участие в работах на территории Монголии. Он участвовал в экспедициях ЮНЕСКО по Монголии с целью изучения археологии, истории и этнографии намандов, читал лекции в разных университетах улан-баторов. В 2006 году он награжден малой золотой медалью Академии наук Монголии за вклад в развитие российско-монгольских отношений. В 2008 году он же удостоен звания ведущий деятель науки Монголии. И, наконец, в 2018 году он был награжден высшей государственной наградой для зарубежных ученых Орденом Полярной Звезды. Дальносочное отделение Российской Академии наук и Монгольская Академия наук подписали в 2010 году протокол о научном сотрудничестве. С 2003 года действует договор между Институтом истории и Институтом изучения кочевых цивилизаций ЮНЕСКО. Институт водных и экологических проблем Дальносочное отделение работает в рамках соглашения о сотрудничестве по совместному сохранению стерха сибирского вместе с Монгольским центром охраны птиц и администрацией охраняемых территорий Аймака Дарнот в Восточной Монголии. Ученые Федерально-научного центра биоразнообразия Дальносочное отделение занимаются изучением фауны пчел в Монголии. И примеры проводимого сотрудничества могут быть продолжены. Археологами Дальносочное отделение ежегодно проводится совместное археологическое исследование городов кочевых империй на территории Монголии и Забайкалья. Изучались археологические памятники разных эпох на сопредельных территориях России и Монголии. Были выявлены городища разных эпох и сняты их инструментальные планы. Я хотел бы пожелать всем вам, участникам конференции, успешных выступлений и плодотворных дискуссий. Убежден, что пандемия и связанные с ней ограничения скоро идут в прошлое, и ученые смогут продолжить совместное исследование. В экспедициях появятся новые совместные публикации, и будут организованы новые интересные совместные научные проекты в области фундаментальных и приводных исследований по самым разным направлениям наук, а также инноваций. Уверен, что продуктивный обмен опытом между специалистами в ходе проведения экспедиций и конференций способствует укреплению международных связей и содействует созданию благоприятных условий для обмена новыми знаниями, образования новых партнерств и в конечном итоге помогает дальнейшему наращиванию взаимовыгодного сотрудничества на благо народов России и Монголии в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности в Азиатско-Тихианском регионе. В заключение я хотел поблагодарить вице-президента Монгольской Академии Наук Чуланбатора и наших монгольских коллег за активное участие в подготовке настоящего форума, и хотел бы попросить их передать наш большой привет президенту Монгольской Академии Наук Академии Редгэлу, и надеюсь, что в следующий раз он сможет лично посетить Владивосток с тем, чтобы продолжить обсуждение перспектив нашего сотрудничества. В наше трудное время хотелось бы пожелать всем вам, участникам конференции, крепкого здоровья, благополучия и всего самого лучшего. Спасибо. Спасибо, Валентин Иванович. А сейчас с приветственным словом выступит заместитель директора фонда Росконгресс, директор ВЭФ Игорь Валерьевич Павлов. Глубоко уважаемые коллеги, дорогие участники конференции, разрешите поприветствовать вас в Владивостоке и выразить глубокую признательность за решение приехать сюда, я бы сказал, за мужество, которое было проявлено участвовать в этом форуме. Форум готовится традиционно, в прошлом году мы не проводили, и те, кто в этом году здесь, демонстрируют уверенность в себе, демонстрируют доверие к организаторам, и, в общем, это наша база для того, чтобы двигаться в будущее. Еще раз большое спасибо за то, что вы прибыли. Относительно, собственно, нашего содержания и вопросов, которые мы здесь обсуждаем, вы знаете, что в основном это экономика, но, что крайне важно, у нас с 2018 года, благодаря усилиям Российского исторического общества и Фонда истории Отечества, стали появляться серьезные научные конференции, и, я бы даже сказал, была заложена традиция. В 2018 году у нас было мероприятие, посвященное российско-японским отношениям, в 2019 году это Китай, и вот сейчас у нас Монголия. И мы верим в то, что в следующие годы эта линия научная будет продолжаться, она очень важна, потому что, ну, говоря об инвестициях и экономике, нельзя, как бы, ограничивать себя впечатлением, что этим все и заканчивается. Все строится, естественно, на наших знаниях, на исторических знаниях, на наших прогнозах и, что самое важное, на взаимосвязях, потому что сегодняшняя наша встреча, она четко показывает, что, несмотря ни на какие трудности, несмотря на ограничения, на сложности с перелетами, все равно потребность в общении есть, она здесь реализуется. Я хочу пожелать участникам конференции, конечно, в первую очередь, хорошего настроения, успехов в проведении конференции. Отдельно разрешите поблагодарить научного руководителя Института Востоковедния Российской Академии Наук академика Виталия Наумкина и первого вице-президента Монгольской Академии Наук академика Галекпил Чулуан Баатора. Спасибо вам большое за то, что вы собрали коллег, за то, что вы вдохнули в них оптимизм. Я очень верю в то, что проведенные во Владивостоке встречи, то общение, которое здесь состоится, оно имеет свое важное, пусть, может быть, не глобальное, но, тем не менее, очень важное значение как вклад в наше общее дело, как крупица в нашем движении в будущем и в утверждении взаимного доверия и взаимного сотрудничества. Спасибо вам большое, что вы здесь и отдельно прошу всех на территории форума носить маски. Это крайне важно. Спасибо. Большое спасибо, Игорь Валерьевич, и большое спасибо за возможность провести с помощью Росконгресса на полях Восточного экономического форума нашу замечательную научную международную конференцию. А сейчас мы переходим к пленарному заседанию. Я вынужден самому себе дать слово для короткого выступления, конечно же, соображения. Это даже не столько доклад, сколько, может быть, соображения по поводу темы нашей конференции, где мы ввели такое понятие, как тренды. Сейчас это очень модно в разных общественных науках, прежде всего, конечно, политологии, международных отношениях. Ну и историки пользуются таким инструментом или такой частью общего понятийного гуманитарного аппарата, тренды, мегатренды. Я бы хотел просто обозначить некоторые из этих трендов, не претендуя на охват всей этой обширной темы, и просто порассуждать немного в рамках отпущенного мне времени. Ну, кстати, сказать, коль скоро я затронул вопрос о времени, я очень прошу всех выступающих придерживаться очень строго регламента. У нас написано в программе, что каждый выступает, и так рассчитано, до 15 минут, но если кто-то сочтет возможным свое выступление уложить в меньшее время, то это будет приветствоваться организаторами, потому что время очень у нас спрессовано, желающих выступить много. Я надеюсь, что нам предстоят сегодня очень интересные дискуссии, очень интересный обмен мнениями между и нашими учеными, и в первую очередь между нами и нашими монгольскими коллегами, которых мы имеем возможность видеть воочию после такого большого перерыва. Я думаю, что это для нас, в общем-то, большая радость, действительно большая радость, потому что вот после таких энергичных, интенсивных обменов, научных, пауза, связанная с пандемией, она вообще приносит много проблем, но сегодня мы имеем возможность живьем обсудить наши проблемы, которые действительно связывают Российскую Федерацию и Монголию и объединяют наших ученых. Мы рассматриваем сегодня вот эти тренды, когда мы определяли тематику конференции, мы как раз думали о том, что вот эти тренды отношений, они касаются всего столетия, ведь мы же говорим сегодня о периоде в целое столетие. Начну с того, что Россия и Монголия настолько тесно исторически были связаны, а мы все историки, своими судьбами, причем не только на протяжении этого периода, в рамках которого спрессовано было множество важнейших событий в мире, но и в гораздо более долгой перспективе, начиная с древности и средневековья. В свое время Эрик Хоббсбаун говорил о коротком 20 веке, 1914-1991 годы. Я бы предпочел говорить о длинном 20 веке, потому что значимость сформированных тем веком реалий, она во многом сохраняется и по сей день, и во многом определяет то, что мы делаем и с чем мы сталкиваемся. Поэтому, опять же, для нас, как для историков, очень важно вот эту историческую перспективу хранить и развивать, которая, в общем-то, наверное, поможет и другим общественным наукам, тем, которые я упомянул, и политологии, и международным отношениям. И вот эти спрессованные события, конец Первой мировой войны, революции в России и Монголии, становление новых государств, интервенции, национально-освободительное движение, освободительные войны, вот все это нас объединяло в течение этих 100 лет и определяло вот эту спрессованность судьбоносных для мира событий, к которым прямое отношение имеет Россия и Монголия. И не случайно тут упоминалось много сегодня цифр, много юбилеев разных. Определенная такая есть магия цифр и у нас, и у наших монгольских друзей. И в какой-то мере отношение к этим судьбоносным событиям в нашей истории, оно, наверное, сегодня определяет и динамику внутриполитических дебатов, и внутриполитический дискурс, и российский, и монгольский, и преодоление того раскола трагического, который поразил наше общество в 20 веке, опять же, и в России, и в Монголии, и где, как бы, пережитки этого раскола и сказываются сегодня во внутриполитической жизни, в значительной мере предопределяя глубокую системную трансформацию, с одной стороны, Евразии, большой Евразии, как теперь принято говорить, и с другой стороны, России и Монголии как важных и надежных партнеров. Наверное, один из таких вот этих столетних трендов, которые характерны для всего мира и которые нашли свое подтверждение в опыте России и Монголии, это всеобщее поражение экспансионизма, интервенционизма, который является составной частью нашей истории, в преодолении которого сыграло свою роль, простите, население и России, и Монголии. Как бы, эта проблема, она вненациональная и трансграничная, поэтому, как мегатренд, я считаю, это очень важная вещь. Наверное, можно в качестве такого мегатренда рассматривать и становление государственности через болезненные испытания в наших историях, в истории России, в истории Монголии, испытания, которые мы с честью выдержали. Наверное, можно сказать, что сегодня таким новым трендом является противоречие между нашим развитием, достаточно динамичным и быстрым в наших отношениях с этим развитием и с его потребностями и с природной средой, что мы видим на примере пандемии и различных других проблем, связанных с экологией, загрязнением атмосферы, с водным кризисом, с наводнениями, засухой, пожарами. Все то, что характерно не только для России и Монголии, но, в общем-то, для всего мира. Наверное, можно считать таким трендом, и я думаю, о них будут говорить авторы докладов. Я просмотрел программу, очень интересные доклады, нам предстоит выслушать. Это формирование такого макро-регионального, большого евразийского и даже, может быть, транс-евразийского пространства, на котором РФ и Монголия играют взаимодополняющую роль, оказывая влияние на соседнее с нами государство. Наверное, можно назвать здесь и складывание новых политических систем в России и в Монголии, которое продолжалось в течение особенно последних десятилетий, последних трех десятилетий. Это и складывание системы, новой системы международных отношений в упомянутом макро-регионе. Наверное, можно говорить и о влиянии факторов внутреннего развития на позиционирование региона во взаимоотношениях с внешним миром. Мне кажется, что очень важный момент, который нужно было бы учитывать в проведении нами того научного сотрудничества, о котором здесь говорил Валентин Иванович по многим направлениям. Это роль религии в цивилизационно-культурном развитии общества. У нас есть докладчики по этой тематике. И сегодня это очень актуально, опять же, для России и для Монголии. Здесь нужно иметь в виду и, конечно, роль православия, роль тибетского буддизма, ну и также ислама, конечно, в первую очередь для России. Но мимо ислама сегодня нигде не пройдешь, как показывают последние события в мире. Конечно, нужно исследовать и поступательное развитие нашего сотрудничества. Оно идет, и идет, в общем-то, большими шагами, хотя иногда немного тормозится. И нужно, конечно, наверное, обсуждать честно эти объективные и субъективные трудности, с которыми это сотрудничество складывается. Наконец, это и фактор исторической памяти. Эта тематика очень сегодня тоже актуальная для историков и историческая память, особенно учитывая то обстоятельство, что здесь присутствуют и историки, занимающиеся всеми периодами всемирной истории от древности и до нашего времени. И сегодня, когда мы вступаем во второе столетие наших отношений между Новой Монголией и Россией, конечно, должна быть какая-то, может быть, с нашей помощью ученых выработана дорожная карта продолжения нашего сближения, для того, чтобы вот никакие препятствия, которые, кстати, иногда нам навязывают наши противники, соперники, конкуренты, чтобы они не мешали это развивать. Поэтому очень важно, что было уже упомянуто здесь, это то, какие прорывы сегодня могут помогать развитию этого сотрудничества. И, конечно, здесь в первую очередь нужно иметь в виду газопровод, который будет тянуться через Монголию из России, из Ямала в Китай. Это очень важный такой новый тренд последнего времени. Это трехстороннее сотрудничество, сотрудничество трех важнейших партнеров на этом пространстве. Россия, Китай и Монголия. И мне кажется, что здесь в какой-то мере, дай бог, чтобы быстро было сделано, проведено технико-экономическое обоснование проекта газопровода, Союз Восток из Западного Ямала в Китай через Монголию, о чем здесь уже говорилось. И тогда вот эта сила Сибири-2, она станет мощным, конечно, двигателем наших отношений, поскольку на следующем этапе после ТО уже начнется реализация проекта, мощность его 50 миллиардов кубометров в год. Тогда действительно наше сотрудничество примет необратимый характер. Собственно говоря, я думаю, оно и сегодня уже как сотрудничество стратегических партнеров, оно именно таковым и является. Я не буду перечислять, простите, все те многочисленные цифры, которые характеризуют это сотрудничество. Здесь есть некоторые проблемы, которые касаются, например, некоторого дисбаланса торгового, платежного. Но я думаю, что, в принципе, это все разрешимые моменты и те новые проекты, которые можно добавить к уже названному, прежде всего, и развитию Улан-Баторской железной дороги, расширение энергосистемы республики, расширение Улан-Баторской ТЭЦ-4. Повторяю, не буду перечислять. Так же, как и оказание военно-технической помощи России, Монголии, в том числе и на безвозмездной основе. Это все очень важно. Так же, как и важно сотрудничество в области предупреждения промышленных аварий, стихийных бедствий, ликвидации их последствий и так далее. То, что для нас сегодня очень важно. Но не буду, повторяю, всего перечислять. И хочу сказать, что очень важно, поскольку мы все-таки историки, и еще раз не лишнее об этом упомянуть, я хотел бы сказать, что мы в нашем институте много занимаемся, так же, как и наши коллеги в других центрах востоковедных. Ирина Федоровна здесь, уважаемый академик Базаров и другие центры, все не буду перечислять. Вот одним из наших достижений последнего времени является очень большая работа по архивам из Федеральной службы безопасности России, что немного, так сказать, было необычно. Я хотел бы сегодня вручить нашим коллегам из Монгольской академии наук, вот профессор Кема Владимировна Орлова, это сейчас вместе со мной сделает. И также, простите, вот эту большую толстую монографию вручить Валентину Ивановичу Сергеевну, которая вам будет это тоже. Очень необычная вещь, достаточно редкие материалы. Так, ну давайте мы пойдем вместе с вами, чтобы максимально быстро сделать, это не отвлекая. Ну что, туда идем сначала, пошли. Ну давайте. Вы вперед. Спасибо. Так, пойдем. И, наконец, еще одна маленькая, приятная. Задача на меня возложенная. Я бы хотел сейчас, не дожидаясь конца, предоставить слово для, вот очень только коротко, да, тоже Олегу Николаевичу. Олегу Николаевичу, пожалуйста, вы представьтесь, и вот то, что вы хотели сделать, тоже кое-что вручить нашим друзьям, партнерам. Олег Николаевич Маркин, он представитель Казани, фонда Владыки Палладе. И у нас есть маленький дар от фонда, от Олега Николаевича. А выступление ваше впереди будет на секции, поэтому... Сюда, пожалуйста. Так, давайте я вернусь на свое место, а вы потом это выключите. Когда вы... Хорошо. Дорогие господа и дамы, я представляю Республику Торстан, благотворительный фонд Палладий. К удивлению, так сказать, не являясь историком и даже ученым, посвятив свою жизнь защите людей и обеспечению общественного порядка, заинтересовался жизнью одного из наших земляков, Кафаром Пётром Ивановичем, который в XIX веке был практически три раза руководителем духовной местии в Китае. Тем самым создал транслипцию китайского языка, изучив достаточно хорошо китайский язык, перевел древние сказания о Монголии. Ну и, в принципе, я думаю, в большей степени ученые во время сегодняшней конференции подтвердят, какое участие он внес, в том числе, наверное, в сегодняшний форум. Поэтому, помогая ученым изучать труды и представляя их сегодняшним современникам, я все-таки считаю, что труд таких людей за короткий период времени может быть примером нашим сегодняшним людям в своем жизненном пути и в достижении своих принципов. Я премного благодарен местным организаторам за теплый прием, за тот комфорт и те условия, в которых мы и проживаем, и работаем. Поэтому... Валентин Иванович у нас ушел совсем, да? Валентин Иванович... Я хотел бы подарить книги в присутствии автора Андрея Михайловича Куликова, кандидата исторических наук, доцента Института Востоковедения Российской Академии Наук и небольшие бюсты, сделанные нами еще в преддверии прошлогодней научной конференции в Санкт-Петербурге на полях Российской национальной библиотеки в память об этом человеке, который внес и в историю, и в синологию достаточно много трудов. Спасибо. Валентин Иванович Банглович? Нет, но он уже не подойдет, мы передадим ему. А в этом могольские друзья с Санкт-Петербурге... Валентин Иванович Дальнейшим событий нарушенном качестве. Успех. Мы тогда стоим здесь. Я для него с точного отделения Молотовщик, как заместитель. Спасибо. Спасибо. Олег Николаевич, спасибо большое. Теперь слово имеет наш уважаемый гость, первый вице-президент Монгольской академии наук, академик Монгольской академии Чулун Батар Галакпил. Тема сотрудничества России и Монголии в области образования и науки. Еще раз приветствую. Основные задрежения моего краткого выступления показывают на самом экране, поэтому я читаю просто в сокращенном виде свои подготовленные тексты. Политическое состояние обеих стран сильно влияло на такие сферы, как образование и наука. В 1921 году после победы народной революции в Монголии начался интенсивный этап сотрудничества с наукой и образованием. Особую роль при этом играет деятельность Монгольской комиссии академии наук СССР и научного комитета. После военный период Монгольская комиссия продолжала свою работу в Монголии и способствовала созданию академии наук Монголии, которые в сегодняшний день честно сотрудничают, в том числе и российскими научными учреждениями. До 1990 года подготовка квалифицированных кадров политики и экономики в сельском хозяйстве и других отраслях Монголии стала возможной благодаря помощи России. В начале 1990 года отношения между двумя странами изменились в связи с переходом обеих стран из плановой экономики в районную. Но так, на уже 1993 году был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Монголией и РФ. В настоящее время обе страны продолжают сотрудничество на государственном уровне, а также между организациями учеными. По приглашению президента Академии наук Монголии, делегация его глава с президентом Российской академии наук и академиком Сергеевым посетила Монголию и подписала обновленное соглашение о сотрудничестве. Целью соглашения является расширение выгодного сотрудничества и поддержка реализации научно-технической инновационной деятельности и результатов исследований в сферах, представляющих взаимный интерес. В 2021 году сторонники готовятся к подписанию продолжения соглашения о сотрудничестве между Академией наук Монголии и Сибирским отделением Российской академии наук. В первую половину XIX века Монголии притягивали внимание путешественников и исследователей, собиравшие материал разным направлениям в Адзейском регионе, который был в то время практически не изучен. Были проведены исследования в области географии, картографии, этнографии, зоологии, ботаники и других направлений. Уже в 1807 году Бичурн путешествовал из Пекина в России через Монголию и вел об этом дневнике, которые в дальнейшем были соответственно опубликованы как записка о Монголии. Следующим знаменитым исследователем Азиатского региона, в том числе в Монголии, является Приджвадский, который провел свою первую экспедицию в 1873-х годах, материалы которых были опубликованы под названием «Монголия и страна Тангуту. Трехлетние путешествия в Восточной Нагорной Азии». Ватаны совершили 8 экспедиции в Монголии, Китае и Тибете, по материалам которых были опубликованы очерки из Северо-Западной Монголии. В XX веке были опубликованы продолженные исследователи российских исследователей в регионах Азии. После победы народной революции перед Новой Монголией стали сложнейшие задачи по решению социально-экономических и политических задач. Чтобы решить их, нужно было устранить неграмотность населения Монголии, создать научные учреждения и активно сотрудничать с Советской Россией. В ноябре 2021 года был создан первое научно-исследовательское учреждение Монголии Сутр-Беччин Курэлен, комитет и книг-рукописи. На русском языке использует привод ученый комитет. А в 1930 году ученый комитет в связи с ростом научных задач и стал называть Сен-Хуани Курэлен, то есть комитет наук. С 1924 года Российская академия наук стала выполнить региональные заказы по исследованию Якутии, Таджикистана и других союзных автономных республиках. В 1927 году правительство передало введение Российской академии науки изучения Монголии, в котором до этого два года занимался комиссией Совнаркома. С 1928 года она стала называть Монгольская комиссией. В этот период исследования советских ученых проводились при поддержке монгольских научных организаций. В 1920-30-е годы были организованы более 40 экспедиции, в которых принимали участие сотрудники ученого комитета Монголии. Результаты были опубликованы в зданиях Монгольской комиссии, собранные коллекции, переданные ученому комитету. Особое значение для нового сотрудничества с господствующим кочевым образом жизни имел кадровый вопрос. Страны почти не имели специалистов, которые могли бы взять на себе научные исследования. Не было таких научных учреждений. Разрешить эту проблему можно было бы путем использования научного потенциала Советского государства. Были привлечены советские ученые на работу в Монголии. Монгольская молодежь ехала на учебу в Советский Союз. Однако подготовка национальных кадров требовала значительного времени, а задачи, стоящие перед страной, требовало безотлагательных решений или хотя бы движения в этом направлении. Поэтому решить проблему нехватки кадрового состава монгольской науки были призваны советские специалисты. Они пополнили числа сотрудников ученого комитета и внесли немаловажный вклад в познание монголами в своей собственной стране. В марте 1922 года Народное правительство Монголии с целью развития народного образования издало постановление о приглашении советских учителей, которые знали монгольский язык. На Третьем съезде Монголской народной революционной партии в 1924 году было принято решение, что поскольку важно учиться знанию в зарубежной образованной стране, правильно будет направить людей, которые занимают монгольскую письменность и стремятся учиться правильным характером физически и здоровью. В 1930-х годах у крупных городов Советской России стали основными центрами подготовки монгольских студентов. В Ленинградском и Иркутском университетах открылись классы русского языка для монгольских студентов. Создание Монгольского государственного университета в 1942 году при поддержке советской технической и экономической помощи и специалистов и профессоров стало важным практическим результатом дружбы и сотрудничества в области образования и науки. В конце 50-х годов в рамках российско-монгольской дружбы сотрудничества было реализовано ряд важных мер, направленных на развитие науки и образования в Монголии и укрепление ее национального интеллектуального потенциала. Ярким примером этого является создание условий для образования Академии наук в Монголии, искорнение негарамотности и проразвищение своих гражданин. Ученый комитет в связи с ростом научных задач стал называться Шенюххан Юхурелин, комитет наук, который в свою очередь назвали комитет науки и высшего образования, что создало основной базой для основания Академии наук в Монголии в марте-мая 1961 года в Ламбатре указом президиума Великого хорала Монголской народной республики. В состав Академии наук в Монголии входили в то время три направления общественных наук, институты истории, литературы и языка, философии, социологии, права, экономики, отдел, постановления биологии и наук о земле, институты общей и экспериментальной биологии, биологических активных веществ, ботанки, географии, мерзлоты, геологии, физико-математических и химических наук, институты физической химии, математики и вычислительных центров. С целью заложить основы для всестороннего трудоемкого исследования морских и наземных отложений на обширной территории Монголии, создания потенциала научных кадров в Монголии, особенно подготовки многих научных кандидатов и докторов. В атаке развития научной базы в 1969 году были созданы совместная Монголороссийская биологическая экспедиция и совместная Монголороссийская палеонтологическая экспедиция. После этих двух экспедиций были созданы совместная Монголороссийская научно-геологическая экспедиция, совместная Монголия-российская научно-географическая экспедиция и совместная монгольская историко-культурная экспедиция. И с тех пор ученые обоих стран беспрерывно проводят фундаментальные и полевые исследования. Другими словами, в течение этого периода были проводят необщинные исследования природных условий Монголии, природных ресурсов, биоразнообразия, а также древних животных, растений и истории около 600 миллионов лет до кембридского и до четвертичного периода было создано огромное количество информации и исследовательского материала, имеющие огромные территориальные теоретики. Практические значения добились серьезных результатов, признанных во всем мире. Ученые из обоих стран считают, что в дальнейшем сфере совместные экспедиции будут расширяться и станут важной научной базой для определения не только научных, но и долгосрочных прогнозов взаимоотношений человека и природы, возможности предотвращения экологических катастроф. Современный период монголо-российских отношений можно разделить на два этапа. Первый этап начинается с 90-х годов, когда обе страны перешли к рыночной экономике и демократии. В советское время отношения между двумя странами можно определить как братской, а с 2000 года можно говорить о равноправном, взаимовыгодном сотрудничестве, и стратегическом партнерстве. Первый этап делится с 90-го до 99-го года и обозначен сфатом торгово-экономических отношений. Второй этап с 2000 года по сегодняшний день можно охарактеризовать как активизация отношений и модернизации правовой базы. Этот период, этот спад отношений произошел из-за глубоких политических изменений и социально-экономических перемен в жизни учителей двух стран. На сегодняшний день отношения стабильно развиваются и имеют прочную договорную базовую основу, когда в начале 90-х годов, когда полное координатных изменений политических и экономических систем в наших странах произошло переоценка безусловной позитивности для Монголии, тесных связей, отношений с СССР, умея не всего, подберегаясь критикой академическое сотрудничество. Научные контакты между советскими и монгольскими ученами, в силе международного характера, науки явились надежными изменами межгосударственного обещания, которые сегодня продолжают развиваться и расширяются, опираясь на позитивный опыт проще всех десятилетий. На межгосударственном и межправоточном уровне в наше время действует более 162-сторонных соглашений и договоров. Монголия и Россия прошли путь от восстановления отношений до восстановления стратегического партнерства. Постоянно проходят встречи на государственном уровне, а также встречи между Министерством иностранных дел. Например, в этом году министр иностранных дел Бацесед прибыла в Москву с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова эта поездка была переурочена к 100-летию восстановления дипломатических отношений между Монголией и Россией. На встрече обсуждаются также долговременности о развитии и углублении гуманитарных, научных и образовательных связей. Благоприятные политические отношения способствуют развитию и в области науки и культуры образования, в высших учебных заведениях России более 2000 монгольских гражданин обучаются разным направлениям и в филиале неискорких российских высших учебных заведений. Ощущая свою деятельность на территории Монголии, главной целью наших филиалов является подготовка специалистов в соответствии с потребностями монгольского рынка, труда, а также обучение в русских диасфериях в Монголии. В 2016 году программа экономического коридора Монголия-Россия-Китай, подписанную главами трех государств, выключает 32 проекта, в которые входят два проекта по укреплению сотрудничества, содействию обменной информацией и поддержке обменной обучения исследователей. За последние 30 лет правительства двух стран подписали ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве с Министерством образования и культуры, науки и спорта Монголии и Министерством высшего образования и науки Российской Федерации. Помимо правительственных отношений программ и планов, в 2010 году был подписан протокол о сотрудничестве между Министерством образования и науки, культурой и наук и Монголией и Сибирским отделением Российской академии наук. В 2018 году подписан меморандум о взаимоотношении между Министерством образования и культуры, наук и Монголией, Министерством науки и высшего образования Российской Федерации о сотрудничестве в области образования и науки на 2018 по 2020 годы. В рамках этих соглашений программ, планов, меморандумов Министерства образования и культуры, науки и спорта Монголии и Министерства образования Российской Федерации и Российский фонд фундаментальных исследований ежегодно реализует с 20 до 30 научно-технических проектов практически во всех областях науки. Например, в 2019 году Россия и Монголия запустили 23 совместных научно-технических проектов. В этом совместном проекте принимают участие десятки ученых-исследователей из Монголии и Монголских исследовательских институтов. В нашей стране, обмениваясь учеными на кратко- и долгосрочные периоды, молодые исследователи нашей страны учатся в аспирантуре, в российских исследовательских институтах и университетах, защищают научную степень. С целью ознакомить молодых исследователей из обеих стран, установит контакты и заложит основы для сотрудничества в рамках 95-летней установления депутатических отношений между Монголией и Россией. В году был подписан меморандум о сотрудничестве между Академией наук Монголии и Иркутским научным центром Сибирского отделения Российской Академии наук. В рамках этого меморандума прошел первый этап Монголия-Российская форума молодых ученых и исследователей в Иркутске. Россия, Иркутск, второй этап, второй этап с 5 до 10 сентября 2016 года в Ламбатре. В 2011 году по случаю 90-летия создания развития современной науки Монголии исследовавшие российские ученые, внесущие ценные вклады в развитие монголской науки, были избраны иностранным членом Академии наук Монголии Александр Леонидович Асяев, академик руководитель Сибирского отделения, Борис Панданович Вазаров, директор Брайского научного центра Сибирского отделения, академик РАН, Михаил Иванович Кузьмин, академик директор Геохимического института имени Виноградово-Сибирского отделения. В 2013 году мы сотрудничали с РФ, изучая также ветеринарным институтом Венского университета Австрии, чтобы изучить продвижение польских верблюдов и в космических освещениях упадению озера Овса и строгого охраняемую территорию Алтай в России. Институт геологии и географии, как теми наук Монголии, сотрудничество и реализовало проекты и программы совместно с институтом палеонтологии РАН, с институтом Сибирского отделения РАН, институт природных ресурсов, институт географии, институт геохимии, институт геологии и геофизии, институт геологии и минерологии. Институт истории, как именно в Монголии, предусмотрел более 20 соглашений и договоров с почти 10 научными организациями, среди которых Музей антропологии и этнографии именно Витра Великова, РАН, институт Востоковедения РАН и государственный реметаж принял 8 исследователей, провел два совместных полевых исследований и опубликовал много книг о сотрудничестве с зарубежными исследователями. Институт археологии и сотрудничество российскими исследователями и организациями организовал группу полевых исследований для раскопок археологических памятников Монголии. Соглашения о сотрудничестве между академией наук Монголии и государственным университетом Братии были подписаны в 2014 году в Ламбатре. В 2015 году были подписаны новые соглашения о сотрудничестве меморандума в взаимоотношении дальневосточным отделением российской академии наук Русским историческим обществом России. В 18 сентября 2015 года в Ламбатре успешно прошли первые компенсии трехсторонной исследователи конститутивной палаты Монголии, Гитая, России, международные компенсии Монголии, Гитая, России, экономический коридор трех стран. В компенсии приняли участие более 60 ученых в Монголии, из Монголии, из Китая и России. Испитер Государственной Думы и РФСР на решение во время своего визита в Монголию организовал круглый стол на тему Монголия-российских отношений и исторические литературные вопросы и подписал меморандум о взаимоотношении между академией наук Монголии и российским историческим обществом. Представители академии наук Монголии и сибирского отделения российской академии наук обсудили это сотрудничество в 2015 году и будущие совместные исследовательские проекты. Представители АРАН под руководством академии Бычкова, директора по научной работе Иркутского научного центра Сибирского отделения российской академии наук посетили академии наук Монголии 27 по 30 октября, чтобы обсудить возможности наших совместных исследований, обмениваясь сомнениями в сотрудничестве. Президент академии наук Монголии и Генеральный директор Международного инвестиционного банка Президент академии наук Регдель Президент российской академии наук Сергеев А также президент академии наук Китая в Киргизе, Казахстане в октябре 2018 года встретились в Бикини, чтобы обмениваться мнениями о дальнейшем сотрудничестве и достигнуть договорности. В 2019 году были организованы научные конференции, посвященные 50-летию совместных монголо-российских биологических и палеонтологических экспедиций. В рамках научной конференции, посвященной 50-летию совместных монголо-российских биологических и палеонтологических экспедиций, издана национальный атлас растений и сборник научных труда по результатам болевых исследований из трех домов. Сегодня зарубежное сотрудничество в области наук и технологии принимает форму проекта, классической формы сотрудничества. Мы заинтересованы в реализации совместного научно-технического проекта в высоком научно-техническом уровне, высокий уровень теоретической реализации проекта перенесет пользу не только двум странам, но и обогатить мировую науку новыми знаниями и информацией. Именно в этом стоит еще один смысл научного сотрудничества. Как ученым, работающим в эпоху четвертой промышленной революции, нам необходимо совместно реализовать крупномасштабные высокотехнологичные исследовательские проекты, направленные на создание новых продуктов и новых услуг. Важно расселить зарубежное сотрудничество в новых сферах, чтобы внедрить результаты научно-технических исследований и производство услуги, сотрудничество услуги. И на этом я завершаю. Спасибо за внимание. Сейчас у меня еще один маленький как это, вручение, подарочков нашему товарищу, коллегу. Спасибо. 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 Большое вам спасибо от имени всех наших коллег. Очень трогательные подарки были, памятные. Простите, а сейчас разрешите мне предоставить слово тоже человеку, который вносит большой вклад в культурное сотрудничество между Россией и Монголией, генеральному директору государственного Эрмитажа Академии Куран Михаилу Борисовичу Петровскому, но он, к сожалению, лично не смог присутствовать с нами, поэтому мы заслушаем его видеозапись, его доклада на тему «Эрмитажная Монголия». Пожалуйста. Дорогие друзья, я, к сожалению, не могу очень присутствовать на Восточном форуме нашей традиционной встречи, на которых я рассказываю о том, как коллекции Эрмитажа отражают культурные связи России, но зато я встаю сегодня в залах Монголии, в залах Монгольского искусства государственного Эрмитажа. Думаю, что не все из вас в этих залах были, некоторые из них совсем новые, в частности, залы Наинулы, которые воспроизводят немножко атмосферу древней хунской гробницы. Ну и сейчас я встаю в зале полном прекрасных буддийских скульптур. Эрмитажа – очень богатые коллекции, которые о многом рассказывают. Эрмитаж – энциклопедия, энциклопедия культуры – это энциклопедия культурных контактов, того, как в разные эпохи люди собирают коллекции, обмениваются культурными ценностями и культурными событиями. И я думаю, что история нашей монгольской коллекции, она такая разнообразная, может дать некие уроки того, как происходят культурные обмены в разные эпохи. А у нас, я уже сказал, коллекция богатая, практически вся она издана, и издана в Монголии. Есть такой президентский грант монгольский, по которому издаются коллекции монгольских древностей всего мира, и почти наши все коллекции издаются или готовятся к изданию. У нас очень хорошая традиция давнего изучения монгольской древности – это и работа Лобо-Лесниченко, и Крамаровского, и Лихина, и Сутягиной, и многих других. Это археологические традиции Козлова, Киселева, Боровки. 6 декабря 2019 года, буквально накануне всяких наших пандемических проблем, Эрмитаж посетил премьер Монголии Ухнайгин Хуралсух, нынче президент Монголии. Это была прекрасная встреча, была встреча с нашими специалистами, и в ходе встречи мы подарили копию замечательного памятника Эрмитажного, знаменитого чингизового камня, который хранится в Эрмитаже. Он когда-то был найден в Южной Сибири, Забайкалье, попал в Эрмитаж, и он – камень прекрасный. На нем надпись знаменитой истории о том, как Чингисхан собрал наенов в этой области, которой управлял его племянник Юсунхе, и в честь праздника Юсунхе стрелял из лука и выстрел на расстояние 335 сажений. Ну, вроде как 600 метров, но не знаем точно. Камень очень знаменит, и мы сделали специальную копию, используем новейших принципов изготовления копии, вырастили эту копию и подарили ее Монгольскому национальному музею, о чем было подписано соглашение. Это очень важная часть и поучительная часть взаимоотношений между различными коллекциями, памятниками культуры мира, когда делаются копии, разумеется, обозначенные как копии, и тем самым возникает диалог между разными коллекциями, поскольку все культуры, их памятники, всех культур находятся в разных местах, и это прекрасно, потому что тогда разные народы узнают памятники разных народов. Сам камень находится здесь, и стоит он в зале, где еще целый комплекс памятников, которые происходят из экспедиций совместных советско-монгольских, которые происходили в второй половине XX века, и главной экспедицией была экспедиция, которая копала город Каракурум. Каракурум – это столица Великой Монголии. Каракурум – это один из величайших городов мира в XIII веке, из Каракурума. У нас здесь немного вещей, большая часть вещей находится, разумеется, в Улан-Баторе, есть вещи в историческом музее, в музее народов Востока, и есть вещи в Эрмитаже, это знаменитые раскопки Сергея Владимировича Киселева. Ну, в основном такие вещи керамические, и серебряный, вот этот замечательный серебряный ковшик со сливом, и вещи из других, маленькие архитектурные детали из других монгольских городов, они важны для нас еще так, они воссоздают атмосферу очень важную для понимания истории России, опять культурных контактов. Мы в этом году постоянно напоминаем Александра Невского. Вот Каракурум – это тот самый город, в который Александр Невский приехал, и, видимо, он был в том дворце Удугея, который раскапывала наша экспедиция, он был там вживую. Мы знаем, это такая сложная дипломатическая история, это долгий путь, долгие пребывания, интриги, решения. И, в общем, нам всегда полезно, когда здесь, в Эрмитаже, есть вот вещи, которые создают немножко атмосферу, эти детали дворцов могут нам помочь воссоздать ту атмосферу, с которой встречался Александр Невский. Много идет разговоров, да, чего, как, вот надо, дает возможность почувствовать ту обстановку, в которой он свои дипломатические подвиги совершал. Напомню, в этом одном из главных городов мира, в городе, где жили люди всех религий и активно действовали, и католические проповедники, и даотские проповедники, и мусульмане. Вот такой интернациональный город вместе с другими монгольскими городами. И совсем другая история – это собирание буддийских памятников в Эрмитаже. Хан Хубилай принял буддизм, и буддийские памятники – это очень характерная черта монгольской культуры. У нас есть прекрасная коллекция, которая связана с прекрасным именем и с целой такой тенденцией опять жизни России. Князь Эспер Эсперыч Ухтомский – величайший собиратель буддийских древностей. Как его назвали – вастокофил. Человек, который всячески… Ну, он был коммергером Доворовичем, близким к Николаю II. Человек, который всячески продвигал вот эту идею восточной ориентации России. И это он, в общем, был таким дивирующим мотором для того, чтобы цесаревич Николай II поехал на восток, вот это знаменитое восточное путешествие. И он собирал коллекцию, прекрасную коллекцию, она теперь в Эрмитаже, и она рассказывает здесь нам о Монголии, буддизме, о монгольском буддизме. И здесь вот прекрасные вещи из коллекции как раз Ухтомского. Вот у нас там Будда Маюса – это Будда вечной жизни, которая не просто красивая скульптура, но и скульптура авторская. Она выполнена Джан Бадзаром, замечательным скульптором и главой монгольской церкви в второй половине XVII, в начале XVIII века. Такой Будда долголетия и здоровья. У нас есть и представлены рядом вокруг скульптуры школы Зан Базара. Прямо это целый кусок монгольской культуры, а другая художественная школа Долон Нор, представлена серебряными скульптурами. Вот тут у нас справа такой Майтрея, который сидит спустив ноги не в божественной позе, а вот в такой земной. Это Бодисатва Майтрея. Замечательная белозонточная тара, где тысяча лик, женская ипостась Аллакитешвары. Вот это все создает в Эрмитаже такую очень монгольскую атмосферу, которая очень важна. Напомню, что такой буддийский аспект есть в культуре Петербурга, он представлен буддийским дацаном. И, кстати говоря, еще одной экспозиции у нас в Эрмитаже старой деревни есть еще одна экспозиция буддийского искусства. Это средние века, позднее среднекое. Теперь введем в глубокую древность одна из главных шедевров Эрмитажа, коллекции шедевров. Одна из главных сенсаций археологии XX века – это раскопки в Найнуле. Вот там, в зале Найнулы, в зале, который создает такую атмосферу глубоких погребений, вещи, которые были найдены эксподицией Петра Козлова и несколькими другими экспедициями в горах, холмах Найнула в Монголии. Это погребение вождей народов Хунну, знаменитого народа, который был первым, кто создал Кочевую империю. Это примерно памятники I века до н.э., I века н.э., которые стали великой сенсацией, потому что в условиях, климатических условиях этого района, и благодаря особым способам погребения там сохранились вещи, которые обычно не сохраняются. Ткани, войлок, одежды, по существу, материалы из Найнулы. Памятники были ограблены, оттуда вынесли почти все золото и разметали скелеты, но оставили те ткани, которыми покрывали погребения, погребальные сооружения, которые подстилали под гробы. Вот эти ткани, целая энциклопедия восточных тканей по сюжетам, по технике, целые книги об этом пишутся и пишутся, исследуются. Это такое необыкновенное сокровище и для глаза, и для исследователей, для исследователей технологий. Вот эти раскопки производились в Монголии, и существовал опять тоже большой пример, интересный пример взаимодействия. Были сложные переговоры о том, как вещи должны быть поделены, где им следует находиться. В результате были не только составлены договоренности и протоколы, что идет в Эрмитаж, что идет в Национальный музей Монголии, что попадает в музеи Сибири, но мы имеем еще документы, которые показывают, как это все соблюдалось. Вот такой хороший пример вот этой дипломатии в сфере, очень чувствительной сфере показа древностей и материалов археологических. Примерно с 1935 года эти вещи находятся в Эрмитаже, они отреставрированы, многие из них стали доступными глазу только благодаря работам эрмитажных реставраторов. Вот посреди зала громадный безумительный войлочный ковер, где аппликациями изображены сцены терзания, знаменитые вот эти философско-художественные сцены, где хищники набрасываются на мирных животных, и грифон терзает оленя, и какой-то там тигр терзает яка. Рядом разные символические изображения. Все это пища для множества разных размышлений об идеологии, философии, о религиях деревни, и о вот этой центрально-азиатской культуре и стилистике этой культуры. Здесь прекрасные ковры другие с изображениями всадников, с изображениями священных деревьев. Все это, надо сказать, годами изучается и годами публикуется. Все публиковано. При этом, кроме не менее ценным, чем эти художественные вещи, является разная одежда. Вот тут можно видеть повседневную одежду древних хуну. Это такие шапки, кафтаны и, конечно, разного вида шаровары. Напомню, что штаны – это одежда кочевников, это одежда тех, кто скачет на конях. Те, у кого нет коней, ходят в совсем других одеждах, как римляне. И вот здесь шлое разнообразие и торжественных, и неторжественных одежд, и такой борьбы между войлоком и шелком. Китай привозил хуну большое количество шелковых изделий, но настоящие ревнители кочевнической этики говорили о том, что нельзя шушь надевать шелк. Если, одевшись в шелк, ехать по степи, то ты перестанешь быть настоящим кочевником и будет тебе неудобно, а нужны традиционные вещи. Поэтому и то, вот эти традиции, китайское влияние, и внутреннее, центрально-азиатское, и вещи из разных мест, они все сходятся здесь, на Инуле, и ее изучают, изучают, изучают в том числе и наши монгольские коллеги. И другой вид взаимоотношений, уже уедя с этого шелкового пути, возвращаясь к разным царским церемониям, в нашей галерее драгоценностей хранится другой памятник взаимодействия. Это подарок монгольской делегации императору Николаю II на празднование 300-летия дома Романовых. Это такой поясной набор, вообще поясной набор, это такая главная, характерная черта одежды кочевника. Их очень много у кочевников в кочевых империях. Вот пояс, на который подвешиваются в данном случае огнива, палочки для еды и нож для еды, выполненные в изумительной традиционной монгольской технике, очень дорого, с золотыми украшениями, толстыми пуговицами, резьбе по золоту, литое золото, изумительной красоты. Вещь таких, в общем, у памятников монгольского искусства на свете много, но этот совершенно уникальный, богатый, редкостный, я думаю, что он хорошо символизирует и связи между Монголией и Россией сегодняшней, и вот ту роль, которую Монголия играла и играет в мировой культуре и своей историей, и своим наследием и своей сегодняшней заботой о наследии. Мы высоко ценим работу музеев Монголии, мы знаем, что наши археологи продолжают работать с нашими монгольскими коллегами, и в той же Наину Ле происходили уже многие совместные раскопки уже совсем недавно, и у нас есть много разных планов, включая большие совместные выставки, о которых мы говорили во время визита премьер-министра до пандемии. Вот пандемия кончится, и мы будем свои новые, вернее, прежние планы осуществлять уже заново в новых условиях. Спасибо большое, и все раз жаль, что не могу говорить с вами очно, желаю успеха всему сегодняшнему собранию. Большое спасибо Михаилу Борисовичу Петровскому за этот удивительно интересный доклад, действительно потрясающе интересный, который свидетельствует о том, как мы связаны исторически и долго в сфере культуры. И сейчас продолжение этой важной темы мы предоставляем словом руководителю Центрального национального архива Монголии, Главного архивного управления Сайн-Жаргал Тумен-Демберел. Выступление будет на монгольском языке, и доклад сопровождается синхронным переводом. Поэтому я прошу всех, кто имеет аппарат, и я надеюсь, что получили на входе, слушать синхронный перевод через аппарат, где будет транслироваться русский текст. Тема выступления, доклада, деятельность совместной Монголо-Российской комиссии по сотрудничеству в области архивов, что тоже для нас очень важно. Добрый день, уважаемый участник конференции. Выражаю глубокую благодарность организаторам за возможность выступить с докладом. Соглашение между правительством Монголии о сотрудничестве в области архивного дела было подписано 7 марта 1992 года. В следующем году будет 30-летие со дня подписания этого соглашения. В рамках соглашения в октябре 1992 года в Москве состоялась первая рабочая встреча представителей национальных архивов двух стран. Официально создана Монголо-Российская комиссия по сотрудничеству в области архивов и утвержден ее устав. Сначала возглавляла эту комиссию с монгольской стороны заместитель министра реюстиции. С российской стороны возглавлял руководитель директор Центрального национального архива, возглавлял руководитель Федерального архивного агентства Российской Федерации. Монголо-Российская комиссия Источники были к тому времени закрыты, было проведено огромное количество различных работ, в том числе и фотовыставки, издания рукописей, проведены значимые юбилеиные мероприятия. Ярким примером успешного сотрудничества является издание «Вооруженный конфликт на конфликт в районе реки Халкингол», посвященное 70-летию победы в конфликтной реке Халкингол в ходе официальной визиты президента Путина в сентябре 2014 года. В 2017 году, по случаю 25-летия комиссии, президент Монголии, высоко оценив вклад архива в изучение и анализ исторических событий в жизни монгольского государства в XX веке и в целях развития деятельности по дальнейшему исследованию архивных данных, издал указ о присуждении высоких государственных наград сотрудникам архива. Данный факт является показателем высокой оценки правительства Монголии работы Монголо-Российской комиссии по сотрудничеству в области архивов. Согласно уставу, комиссия поочередно собирается каждый год в двух странах, и за последние 29 лет было проведено 24 заседания, 13 в России и 11 в Монголии. На созданиях комиссии рассматриваются отчёты о проделанной работе, план работы на ближайшую перспективу, утверждение чёткого графика мероприятий, составление протокола заседания. В ходе встречи обсуждали вопросы по организации совместной выставки архивных документов, посвящённых важным историческим вопросам, связанным с межгосударственными отношениями, презентация сборника совместных архивных документов для широкой общественности в рамках пресс-конференций. Кроме того, планируется организация научных конференций с архивами и научными организациями по теории, практике, архивных исследований, а также обмена опытом архивной работы. 24 раза было проведено заседание и были некоторые перерывы, в том числе связанные с пандемийными событиями. Одним из основных направлений деятельности совместной комиссией является организацией совместных выставок. С 1996 года монгольские и российские архивисты совместно подготовили и опубликовали 13-томную серию архивных документов общим объёмом более 700 страниц по истории партийных, политических, военных, культурных, научно-экономических отношений между двумя странами. В изданиях преимущественно публикуются неизданные и не введённые в научный оборот источники. Таким образом, архивные документы, включённые в эти сборники, являются основным источником изучения истории монголо-российских отношений и сотрудничества в XX веке. Одно из основных направлений совместной комиссии – это организация выставок по совместно утверждённым темам. С 1993 года в Улан-Баторе, Москве и Санкт-Петербурге, Иркутске было успешно организовано несколько выставок архивных документов и фотографий во знаменовании годовщины, двусторонних отношений сотрудничества, а также отдельных событий и дат. Совместная комиссия придаёт особое значение организации выставки. На очередном заседании проводится обсуждение и согласование темы следующей выставки. Каждая сторона принимает решение об отборе материала и фотографий, которые затем направляются к коллегам с пояснениями и комментариями. Например, в 2011 году в Улан-Баторе в рамках выставки «Монгольско-российское отношение XX веке» было выставлено около 200 документов, более 100 фото из 8 архивов, включая архив внешней политики России, Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный архив экономики, Российский государственный военно-исторический архив. Даже во время пандемии COVID-19 мы продолжаем работу и организуем выставки в формате онлайн. Значение совместной выставки заключается в том, что широкие общественности представлены все аспекты сотрудничества с Российской Федерацией, включая политические, экономические, культурные, научные, военные связи, направленные на укрепление независимости Монголии. Одним из направлений деятельности совместной комиссии по реализации положения соглашения между правительством Монголии и Россией о сотрудничестве в области архива является поддержка работы монгольских архивистов в Центральных архивах России. В рамках деятельности совместной комиссии группы следователей и историков из наших архивов с 1993 года работают в Российском государственном архиве социально-политической истории России, архивы внешней политики России. В общей сложности скопировано более 10 тысяч страниц документов связанных с историей российско-монгольских отношений XX веке на льготных условиях. Также активно используют данные из Российского государственного военно-исторического архива, Российского государственного экономического архива, Государственного архива, Государственного архива, Государственного архива, Российского государственного Российского царственного архива кинофотодокументов, возникает необходимость дальнейшего использования всех фондов, всех данных, которые представлены в этих архивах. Что касается совместных мероприятий по архивной работе. В 1994 году в рамках деятельности совместной комиссии специалисты главного архива изучили опыт Государственного архива Российской Федерации и Российского государственного архива научно-технической документации. В 2011 году был организован совместный круглый стол. В 2015 году специалисты главного архива Центрально-национального архива столичного архива по стилю Улан-Удэ для ознакомления и обмена с опытом деятельности Государственного архива Республики Бурятия, что способствовало активизации профессиональной деятельности. На 9-м очередном заседании совместной комиссии в Ирденете было принято решение о проведении регулярных курсов для монгольских архивистов на базе Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела. С 2001 года началось обучение монгольских специалистов. С 2001 по 2012 год более 100 монгольских архивистов прошли краткосрочное обучение в России. За прошедшее время деятельность совместной комиссии заключалась в изучении и анализе обмене исторических документов, хранящихся в монголо-российских архивах, которые ранее не были отведены на научный оборот. По результатам проделанной работы были изданы совместные сборники, производился обмен опытом повышения квалификации, организации проведения выставок для широкой общественности, посвященных знаковым датам в истории монголо-российских отношений. В будущем планируется организовывать курсы повышения квалификации для монгольских архивистов на базе российских архивных организаций. Кроме того, необходимо активизировать обмен специалистами и поддерживать совместную деятельность региональных и местных архивов. Помимо продолжения составления совместных сборников и организации выставок по конкретным темам, связанных с продвижением и публикацией архивных документов, большие перспективы кроются в изучении, обмене и распространении документов, связанных с историей и культурой Монголии, а также развитие обменов специалистами. Мы всегда открыты к сотрудничеству. Да, мы также проводим большую работу по сбору данных, которые касаются российско-монгольских вопросов сотрудничества, в том числе и культуры Монголии. Спасибо за внимание. Спасибо, господа Александр Жаргал. Очень интересное выступление и очень перспективное направление. Мы, в частности, наши монголоведы будут продолжать публиковать такие работы, как сегодня была вручена нами, нашим монгольским коллегой. И работа в архивах в этом смысле, я думаю, будет очень перспективна по разным периодам наших отношений и нашего исторического наследия. А сейчас нам предстоит очень интересная процедура. Я приглашу к микрофону научного руководителя Государственного архива Российской Федерации, члена Совета Российского исторического общества Сергея Владимировича Мироненко. И нам предстоит присутствовать, если я правильно понимаю, Сергей Владимирович, на открытии выставки «Россия, Монголия. Век добрососедства и сотрудничества. Столетие установления дипломатических отношений». После произойдет осмотр выставки, нами будет предоставлена такая возможность, и кофе-брейк. И мы должны будем вернуться сюда, я попросил бы всех не опаздывать, чтобы нам все успеть сегодня вовремя, вернуться сегодня обратно в зал к 12.30, к половине первого. Я надеюсь, все меня слышали. И пол первого мы встречаемся снова в этом зале. А сейчас я передаю бразды правления Сергею Владимировичу. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, по условиям пандемии открытие выставки должно было произойти на выставке, но устроители нам это дело запретили, поэтому я несколько слов скажу здесь. Это мое выступление облегчается тем, что был издан замечательный каталог выставки, каждый имеет возможность ознакомиться с ним. И хочу только привлечь ваше внимание к тому, что это совместный проект многих российских архивов и наших коллег из Национального архива Монголии. В выставке представлены документы 12 архивов и одного музея истории Востока. И архивы разные. Это и Государственный архив Российской Федерации, и Президентский архив, и архив Министерства иностранных дел. На этой выставке, копийной, конечно, не оригинальной, представлены документы к 100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. И начинается он вот этим вот документом, который был подписан в 1921 году, а завершается документом 2019 года о стратегическом партнерстве между Россией и Монголией. Не буду вам говорить обо всех документах, но скажу только о тех, которые, может быть, для меня были очень интересными. Ну, естественно, это прежде всего сам договор, о знаменующей международное признание Монгольской Республики и очень важный шаг в её истории. Не менее интересные документы о вхождении Монголии в Организацию Объединённых Наций, которая была осуществлена при помощи и активной поддержке Советского Союза. Очень важные, на мой взгляд, документы, которые говорят о помощи Монголии в исследовании геологических исследований, которые были проведены советскими учёными, открытие вольфрамовых месторождений, что сегодня имеет огромное значение для экономики и вообще для существования Монголии как независимого государства. Конечно, это Халхингол, 1939 год, когда совместными усилиями советских и монгольских войск была отражена попытка империалистической гипонии. Естественно, конечно, это Великая Отечественная война. И удивительный документ. Я, например, впервые узнал, что Монголия, помимо разной гуманитарной помощи, которая была оказана в годы Великой Отечественной войны, поставила полмиллиона лошадей советской армии. И надо представить себе, что, конечно, при всей механизации всё-таки артиллерия была на конной тяге. И вот эти полмиллиона лошадей сыграли огромную роль в победе над фашистской Германией. Удивительный документ и очень важный в отношении российско-монгольских отношений – это документ о безвизовом въезде между гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция, которая позволяет свободно перемещаться на территориях двух дружественных государств. Не буду больше вас утомлять этим рассказом о документах выставки. Вы сами сможете это увидеть, когда мы пройдём в то помещение, в котором расположена выставка. Ещё хочу поблагодарить профессора Орлову за замечательную статью, которая предваряет этот каталог. Это очень яркий и хороший пример сотрудничества академических институтов с архивными институтами России и Монголии, Института Востокновидения. Ещё раз благодарю её директора, который здесь присутствует и председательствует на нашем совещании. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Сергей Владимирович. Осмотр выставки очный, кофебрейк тоже очный, не дистанционный. Так что всё в порядке. Продолжение следует...